о чем буду рассказывать буду рассказывать чуть-чуть четвертом а джинте пятом и питере о платформе о том как все это интегрируется с тестами как с этим жить какие есть в принципе проблемы и попробуем решить эти проблемы несколькими способами посмотрим там плюсы и минусы и так как с этим жить в реальной жизни система доклада у меня карутины и джинь 5 вот такой красивый если вы сейчас не используете джинь 5 в это например на бэкэнди то впрягайтесь самое время спрингу 22 перешел на джинь 5 по дефолту есть очень спешите приложение на свежем спингуете у вас там подключается за там тест спингу тестом по пакет и там уже будет джинь 5 но при этом джинь 4 теста тоже поддерживаются в этом дальше и вот вы перешли на джинь 5 и вы используете карутины и у вас был старый метод старый тест который тестирует какой-то там мог юзер и 5 который тут подставляется макирующие мы берем идем за каким-то андреем бресловым в туда и проверяем что действительно нам вернулся юзер с таким именем все просто все работает потом появляется карутины средства нас появляется карутина у нас добавляется спин модификатор перед функциями функции как-то меняется то с точки зрения компиляции с точки зрения байт кода и естественно вот этот код который тот тест который до этого работал то начинает падать вам надо садиться и смотреть почему вас упали тестовыш как бы логике особо не меняли но там карутины добавили до тест напомнил тот хозяин ну логично вы в сорта добавляете здесь аспект значит сейчас в тесте добавить аспекты будете работать нет не будет почему непонятно давайте пока подумаем по-другому как можно сделать можем сказать этот тренд блокинг и в рамблокинге запустить нашу карутину все классно все работает то есть прошел можно как бы расходиться вот так работает gm5 карутинами нет на самом деле нет бывает еще другие кейзы когда мы написали рамблокинг и все но тест не работает и тут целых две причины почему он может не работать первая причина это то что у нас возвращается не юнит gm5 он хочет чтобы все тесты gm5 юпитер движок юпитер хочет чтобы теста начали сюда юнит асер страус он возвращает нам exception который собственно внутри был выброшен который должен быть выброшен внутри чтобы тест прошел ну и второй кейс соответственно ассер троус он не умеет в карутины в дефолту нам надо его как-то научись в карутины вот этот метод куда мы передаем он не лайновый поэтому мы не можем использовать со спин функции внутри не со спинт не онлайн функции лямбды две проблемы еще то есть проблем много как нам поможет решить эти проблемы джинь 5 сам себе джинь 5 уже с нами давно с конца 2016 года поддерживается ну как бы тут неважно поддерживается всеми даже уже на бинс поддерживает 10 как бы молодец нагнал что эти сажен пятом он поддерживает как тесты написанной джинь 3 таки тесты написано 4 и новый там формат описания тестов который появился джинь 5 и давайте посмотрим в чем у нас была проблема что пошло не так вот этот был ваш спин функция если мы возьмем дикопилем то увидим что на самом деле нас тут есть аргумент какой-то continuation который добавляется компилятором для всех спинт методов соответственно когда джинь пытался запустить этот тест он видел что есть какой-то аргумент на уровне байт кода потому что уже не на сердце смотрит на смотрит за скомпилированный код они наш не смог не смог его развить и как бы не запустил тест в джинь 5 появился в юпитере появился так называемый параметр resolver extension мы теоретически можем его написать сказать что когда у нас параметр это continuation то там вернее какую-то ерунду неважно какая ерунда на всем не работает к сожалению вот мы это сделали подключили extension ничего не работает в чем проблема а в том что кроме вот это вот конечно у нас еще нет рунтайм и не хотя вот тут он воет а тут установится они все потому что карутины под низом их не машинерия требует возвращать специальные маркеры для того чтобы понимать за саспендился ты заснули метод во время выполнения и заснул от этого влияет то как будет дальше происходить выполнение и поэтому все саспенд методы изучает ну а не объект то есть опять же джинь 5 так не может и вот если мы даже как-то придумаем что делать с параметром с аргументом функции то вот с этим пока сделать ничего нельзя давайте посмотрим какие нам экстеншен платы для джинит может какие-то еще можно посмотреть он дает там всякие колбеки возможность вызывать там до выполнения теста до выполнения всего класса различные другие хендлеры это все то же самое экстеншены различные и вот есть такой тест инстанции он позволяет нам создавать инстанции управлять созданием инстанции класса то есть вы написали там класс users тест внутри набор тестов и с помощью этой факторе вы можете управлять созданием теоретически можно создать с помощью рефлексии или с помощью там конец асма прокси в прокси вызову написать ранблокинг и вызвать фактический тест и в теории то даже на на будет работать но я посчитал такой подход слишком сложным и ну не стоящим как бы неправильным путем решения проблемы то есть я его отбросил и кстати не меньше на самом деле работа это чисто теоретический момент но вот есть очень прикольный динамик тесты так называемые что они нам позволяют они позволяют нам вернуть из метода который уже помечен аннотации не теста тест factory какой-то там это был лист стрим там очень много разных типов самое важное что в этом контейнере и ты рыбу это рыбальным лежит динамик тест и вот мы изучаем один динамик тест второй динамик тест как бы из коробки понятное дело тут крути не поддерживается мы напишем extension напишем там на стэд гейн волк и внутри запустим в раке в анблокинг наш тело теста ну конечно так лучше не писать потому что вот такой синтексис вам на стрингах делать какие-то глобальные extension не очень хороший подход ну для примера пойдет взяли нас к сэшу за использовали и как бы вот у нас тут все уже синхронная все на карутинах тесты проходят красиво есть у этого подхода и минусы и когда мы пишем before авто в случае джин 5 это называется уже before each of the each то есть до каждого тест метода и после каждого нет из метода эти колбаки не будет вызываться для вот этих динамик тестов они будут вызываться только для обычных собака тест методов то есть мы тут немножко уменьшается количество возможностей которые можем получить там кит экстеншены перестанут работать и при этом с помощью динамик теста ну как пример для общего развития посмотрим что можно еще написать мы до этого использовали динамик тест в джин 5 есть понятие контейнера контейнер это может быть например класс в обычном самом обычном кейзе это может быть пакет и так далее то есть контейнер это то в чем содержатся тесты и мы можем определить что носит такой-то контейнер такой-то тест такой-то контейнер такие-то тесты когда-то мы запустим так у нас на входе 3 кейза которые мы тут тестируем у нас вот эти все тесты этот метод развернется в такой красивый тест план и мы вот как бы с параметрами красиво протестировали но опять же это не наш не наш подход потому что мы не можем использовать before each и в принципе писать все в одном вот таком к методе не очень красиво давайте посмотрим еще на архитектуру джин 5 немножко поглубже чтобы понять что в нем есть и что она может помочь джин 5 джин 4 давайте начнем 4 джин то если помнить это был один jar в этом одном джаре было все там были репортеры и экстеншены и сам движок который запускал тесты на все было в одном джаре джин 5 как сейчас модно разбил монолит на пачку модулей и тресные модули эта платформа которая отвечает за выполнение то есть это такая вещь которая дается на откупы да и белту вам как с которой общаются и дебил тулы и она отвечает за за запуск тестов и за подключение каких-то тест-инджайнов мы сейчас увидим винтаж это специальный тест-инджайн то есть тестовый движок который соответственно используется для написания для запуска тестов которые были написаны со старым api то есть если вы взяли у вас есть большой проект где сотни тысяч тестов написано джин 3 и джин 4 вы можете легко мигрировать на джин 5 подключить туда винтаж пакет и подключить юпитер пакет старые тесты будут запускаться винтажем а новые тесты с новой моделью там с новыми экстеншенами прекрасные и красивые будут запускаться юпитером ну и питер это становится новый движок схематично есть платформа который ходит и деградал всякие репортинге лаунчеры и так далее есть несколько но есть движки винтаж джин 4 юпитер юпитер опять естественно реализует который модный новый и можно еще подключать появилось это место для для расширения функционала платформы добавлять какие-то другие движки и вот собственно вот эта вот часть это сам джин пятый вот это все остальное это как бы не джин 5 ну и как правило синоним джин 5 это юпитер движок потому что он дефолтовый и как бы все его используют серпати серпати большой список quick например это для property тестинга спексе это для скалы друз это там бизнес-правила кумберная на все знают это бдд стайл и вот эти первые три это все на котлине и наверно и все будет хорошо с карутинами ну давайте посмотрим дина тест пишет как и все три на самом деле они позволяют писать тесты в бдд стиле в этом дина тест вроде как понятно тут тест тут группа тестов то тест пишем саспенд кол не работает из коробки к сожалению спек очень популярный и у нас джуна в беларуси очень много используют и contributed похожий стиль мы там что-то описываем сделаем описываем делаем тоже не работает саспенд spring этот скотлин тест стринг спек вот видите стиль на откуда я взял с экстеншеном вот они ровно так и делают к сожалению или к счастью они любят такие красивые с лификсами функциями ассерты и тут работает класс вот вот она все можно жить вот так вот пишем тесты и у нас все хорошо котлин тест это как вода теперь как огонь как пылающий огонь вот это все ну вообще как доклад родился мы сейчас переходим самому самому самым кишочком сидели в чатике сергей золотов сказала чего бы не писать вот так я говорю ну давайте попробуем вот и там где-то за 20 минут набросал простейший тест и джайна и потом долго с ним учился чтобы понять а что же у меня не так вот пример простейший тест и джайна у нас есть метод discover есть метод экзекьют и мы приметим тест и джайна вроде все как просто ну и нам на какой-то идентификатор как бы ну не обязательно вчитываться я просто для примера сейчас будем рассматривать подальше дальше и как все это выглядит с точки зрения архитектуры у нас есть зеленые куски это наш джайн голубенькие куски это платформа платформа приходит к джайну с каким-то запросом говорит отдай мне все тесты которые ты считаешь тестами которые ты сам запустишь то есть все тесты которые тебе повластны и discover должен вернуть каким-то образом этот список тестов платформа тестируется фильтрует создает какой-то план я дает обратно на выполнение джайну ну и джайна тут сказал что он может выполнить тесты и тут он должен их выполнить все ри и какие у нас могут быть запросы вот на этом этапе какие мы смогут быть запросу нас будет может быть запрос класс селектор когда вы открываете иди и жмете вот нога 3 вот на эту зеленую иконочку запустить в discover приходит классе лектор который говорит что мне тут попросили запустить тесты в классе таком-то найди мне все тесты которые ты считаешь там есть и естественно движок должен пройти по этому классу найти. Либо метод-селектор. Если вот тут собака-тест метод будет, и мы на нем тоже нажмем в гаттере на кнопочку «Запустить тест», у нас придет метод-селектор класс-пасс-рут. Это, естественно, если мы в идее нажмем на папку с тестами, на всю папку, либо на какой-то модуль, запустим, придет такой, ну и так далее. Тут много разных кейзов, я даже не знаю, какой этот, я его не видел в жизни. И, соответственно, discover, куда нам вот эти реквесты приходят. То есть у нас вот есть у нас есть реквест. Мы возвращаем дескриптор. Изначально мы возвращаем рутовый дескриптор, в котором мы просто говорим, что вот мы такой-то движок, и мы сейчас внутри себя вернем какие-то тесты. Дальше мы берем реквест, который нам пришел. Тут мы можем все типы, которые мы поддерживаем, обработать. И для каждого селектора, для каждого метода в данном случае, потому что я тут работаю только с методом, я не поддерживаю, например, класс, или класс пасс селектор. Для каждого метода я проверяю, является ли он саспенд с помощью котленной рефлексии, и добавляю вот в этот рут, который я возвращаю, челдом, какое-то описание этого теста. Что у меня есть в описании теста? У меня есть, во-первых, сам движок плюс мне надо какой-то создать уникальное ID для текущего метода, то есть это просто функция плюс ID движка, это не лучший способ, но как бы он рабочий, в принципе, для нашей цели. И потом мы возвращаем название тестов, вот тут вот видно, как, соответственно, это отражается на выполнении потом. Дальше нам нужно припинять в этот дескриптор какие-то аргументы, чтобы потом их использовать на выполнении. Для этого нам нужна какая-то функция, которую мы будем выполнять, и enclosure class. Зачем нам нужен enclosure class? Кто знает? Мы хотим потом запустить эту функцию, этот метод, и мы берем зачем-то внешний класс, в котором этот метод находился. Да, чтобы через рефлексию запустить. Чтобы нам вызвать метод, нам нужен instance класса, на котором мы будем метод вызывать. То есть он откуда-то там сам не создастся. Поэтому мы потом будем создавать instance этого класса. И мы еще говорим о том, какого типа это дескриптор. То есть тут типа это тест, он может быть контейнер, в случае, если это класс, там, пас, класс пас, либо что-то еще. Либо может быть контейнер и тест для каких-то случаев. То есть тут достаточно все гибко. И давайте рассмотрим пример маленький. Это вот у меня есть такой метод, и для него построится вот такое дерево. То есть у меня будет an engine дескриптор, в нем будет один child, и в child будет лежать там имя, метод, класс и так далее. И дальше я это буду использовать. Использовать я буду это на execute. Мне приходит request. В request лежит тот самый тест-дескриптор. Я проверяю, что у меня тест-дескриптор. Ну, для каждого чуда я бегу, проверяю, что каждый тест-дескриптор, этот мой, который я там возвращал на прошлом шаге. И беру и запускаю. Запускаю тест. Вот и все. Я запустил тест, и тест будет выполняться. Для этого что я делаю? Я говорю call suspend. Это из аффиксии kotlin-full reflect. И я создаю, соответственно, instance-класс и передаю его первым аргументом. Потому что это метод, а методу нужен класс, в котором он лежит. Ну, и как бы для дополнения обязательно и полезно это сказать G-Unit о том, что я начал запускать тест, что я начал запускать, ну, как бы сам класс. Я начал запускать тест, я завершил запускать тест и я завершил запускать класс. И если мы так сделаем, то у нас вот так красиво получится. То есть я нажал. Вот тут вот появились крутилочки, потому что G-Unit знает, что я запустил или не запустил тест. И тест прошел. Отлично. Вот и все. Мы создали движок для G-Unit 5. Вопросы? Может, какие-то на текущий момент есть? Да. Вопросы? Как-то без рефлексии не получится? Нет. Ну, там у тебя есть два этапа. На одном этапе ты должен собрать информацию о тестах, на втором этапе ты запускаешь эти тесты. И между этими этапами там не как компиляция какой-то хитрой. Ну, только если какой-нибудь действительно хитрой компиляции с каким-нибудь там annotation процессором, компайл-плагином, возможно, можно сделать, но так вот проще, и так все делают. Ну, то есть это нормальный подход, в принципе, для тест-энджайнов? Почти все так делают. Да. Для тестов все нормально. Спасибо. Окей. Тут никто не тестирует код. Ну, почти никто не тестирует код. Я мало пишу тестов, но иногда все-таки приходится писать. И тут такой вопрос. Кто будет мониторить мониторинг? И надо ли писать тесты на тесты? Ну, давайте, как бы, будем... Я слышал, вы любите мониторинг, поэтому я сделаю мониторинг для вашего мониторинга. Junin 5 с этой точки зрения очень хорош. Он предоставил сразу тест-кит, специальный пакет, в котором лежит helper-метод, который позволяет нам написать тест на нас тест-энджайд. Что мы делаем? Мы берем, запускаем вот этот discover, сюда передаем какой-то, ну, существующий, естественно, класс и существующий метод, создаем дескриптор и говорим, ну, вот это наш реквест. Потом берем этот реквест, берем движок и запускаем тесты. То есть мы фактически взяли в тесте, запустили другие тесты, получили какие-то результаты и сравниваем результаты. All – это и тесты, и контейнеры. Смотрим, что у нас был один контейнер, это вот этот root, и один тест. То есть все запустилось, все завершилось, тесты, был один тест, один тест завершился, один тест запустился. Все по красоте. И еще можно проверить, достать вот из результатов, достать тест-дескриптор, который мы создали на предыдущем шаге, проверить, что там имя правильное, что сам он как бы такого типа, что мы действительно сейчас запускали то, что мы ожидали. Это простейший тест. И вот мы написали классный движок, и давайте попробуем заиспользовать классные фичи из Юпитера, которые есть. Например, раньше были, конечно, поддержка категории, но вот в пятом G-Unity в Юпитере появились теги, они прекрасные, у нас есть аннотация, мы говорим там, что у нас есть тег. Можно сделать мета-аннотацию, то есть скомпоновать тест и тег, написать вот так красиво, а потом G-Unity сказать, что не запускай slow-тесты, а мы сделаем отдельную таску для slow-теста, которую мы сделаем там integration-тест. Все классно, но это не работает почему-то, вот мы написали этот движок, оно не работает. Либо mock. У mock есть extension, который позволяет передать аргументам, сразу замокать что-то и передать в аргумент, то есть чтобы не надо было писать тут внутри mock, там user API, val user API, равняется mock user API. То есть чтобы вот это вот тут не писать, как бы мы можем так по красоте сделать, это тоже не работает. В чем проблема? Проблема в том, что все, что есть, вот все вот такие классные няшки, которые есть, они все почти в Юпитере. То есть это все в определенной движке. А мы реализовали свой движок, и теперь нам надо взять и поддержать вот это все многообразие классных фич, классных extension, которые есть в Юпитере, ну, либо придумать какие-то свои, но туда у нас, например, не будет mock работать, либо реализовывать Юпитер API. Ну, давайте возьмем, как бы что, скопируем и немножко поменяем. Ну, я взял, скопировал, назвал это Enterprise Engine в честь Enterprise и Star Trek. Это метод, который был в старом Юпитере. Все, что я поменял, это убрал тут проверку на void и добавил проверку на suspend. Вы можете иметь одновременно два движка, или три движка, или десять движков. Вам G-Unit платформа никак не запрещает одновременно иметь кучу движков и кучу разных типов тестов. Поэтому я буду запускать свои тесты в параллель с Юпитером. Я просто отфильтрую все suspend-тесты. Юпитер их, соответственно, не поддерживает, а вот мой движок будет их поддерживать. Вот мы нашли, соответственно, на этапе discover все suspend-тесты. Проблему с continuation мы решим внутрь в кишках. Есть отдельный степ, в котором, опять же, делается резолв параметров. Мы тут не можем ничего запустить сразу. Нельзя run-блокинг вызвать прямо тут, потому что этап запуска в совсем другом месте. Поэтому что мы можем сделать? У нас тут нет никого фактически continuation, но мы всегда знаем, что в suspend-функциях continuation – это последний аргумент. Поэтому, так как у нас все функции, которые мы обрабатываем, это suspend, и у нас continuation будет во время запуска, то мы тут просто вернем null, а когда будем фактически запускать, дропнем последний аргумент, вот этот null, и call suspend, он сам подставит нужный continuation. То есть мы тут просто… То есть тут обрабатываются все параметры, которые приходят, вот как я показывал пример с mock-ом. А для continuation мы сделали такой exception, чтобы он не обрабатывался никак, потому что мы тут ничего разумительного подставить не подставить на этом этапе не можем. И, соответственно, мы дошли до invoca, то есть у нас был discover, resolve параметров и, собственно, запуск. В запуске мы делаем тот же самый run-blocking, берем нашу функцию, вызываем call suspend, чтобы, соответственно, вызвать функцию target – это наш класс, на котором он вызывается, и передаем аргументы, дропаем последний, как говорил, вот этот null, continuation, который всегда идет последним аргументом в suspend-функции. Ну, нам нужно его в array превратить и передать как war-arc. И все. И вот эта вот красота начинает работать с suspend-тестом, с экстеншенами, и все другие экстеншены автоматически начинают работать, просто потому что мы взяли и скопировали Enterprise Engine. Одобряет капитан. Капитан одобряет. Что у нас еще есть для тестирования и что мы можем еще сделать удобнее с G-Unit? Есть вот этот Kotlin Crotin's Test, о котором говорил Кирилл. Он позволяет сетать main, и вот так, в общем случае, мы можем писать. То есть мы говорим, что перед каждым методом просеты, после каждого метода заресеть, и там закрой какой-то scope, ну, какой-то класс, какой-то диспетчер, который мы создавали, чтобы эмулировать работу main, там UI-треда. Ну, и там внутри мы используем как бы много, слишком шума, естественно, раньше мы бы завернули это в рулы, в G-Unit 5 мы завернем это в extension, extension, который имплементит два extension-поинта, это до и после callback, то есть до выполнения каждого метода и после выполнения каждого метода callback. И мы тут делаем то же самое, что мы делали до этого, то есть сеттем main, сеттем main. И можем теперь заплатить, у нас есть наш класс и мы пишем, что он экстендится вот этим вот экстеншеном. В чем прелесть G-Unit 5, в описании, с G-Unit 4, он тут, тем в том, что мы можем кучу этих экстендов прописать, а G-Unit 4 понимал, ну, разрешал делать там только один раннер, с рулами там не так удобно было искотно работать, то есть тут намного удобнее API, красивее получается. Ну, кто знает, почему вот это не работает, кто видит тут ошибку. Ранблокинг есть, и тут юнит, и тут юнит, то есть он точно, все правильно, тут сэспенда нету, это даже как бы может работать и без моего дышка в принципе и на обычном G-Unit 5, на Юпитере. Нет идей. Это последние корутины, ну, там, либо после первой версии. Подсказка после того, как появился structured concurrency. Ну, на самом деле тут нет ошибки, вы молодцы. А вот тут уже есть ошибка. Мы переписали на сэспенд, а сэспенда у скопа нету, да. И в чем еще тут есть проблема? У нас лаунч возвращает джобу, и он у нас сюда тоже вернется, но мы уже пофиксили эти движки, это тут не будет. Как вот это можно теперь пофиксить? Ну, написать коротинскоп. Да, можем так написать скоп. Вот, и будет работать. Ну, либо так, либо так. Все хорошо. Но смысл вообще-то забыл-то все это делать, если мы опять пишем кучу лишнего кода. Тут пишем коротинскоп, тут пишем, передаем скоп явно. Ну, а оказывается, можно вообще так написать. Если подумать, вот это интересная запись, потому что она полный эквивалент этой записи. В случае, если мы внутри класса, если мы во внешнем скопе класса были бы, тут бы создался статический метод. А в случае, когда у нас экстеншн внутри класса, создается обычный инстанс метод. И у нас есть доступ к самому инстансу, и он никак не отличается от этого метода на уровне байт-кода. И вот это можно использовать. И мы дальше будем использовать. И еще один кейс. Есть в том же коротинск-тест пакете такой классный билдер run-blocking-тест. Он, кстати, по умолчанию изучает юнит. То есть тут никогда не надо думать даже в обычном Юпитере о том, что он вернет не юнит. То есть он специально для теста сделан. Что он умеет делать? Он умеет работать со временем, точнее, уходить в будущее. Вот у нас запускается тест. Сколько он должен работать по-вашему? Он запускает full, full запускается с с лаунч, принт с один, секунду ждем, принт с два. То есть тест должен быть в секунду, но на самом деле нет, потому что есть вот этот метод advance timeby, и он берет и подменяет, ну, как бы, подхачивает диспетчер, говорит ему диспетчер, который отвечает за выполнение вот этих длев, в том, что секунду прошла, давай выполняй все, что у тебя в очереди. И в итоге этот тест выполняется не секунду с чем-то, а всего лишь там 47 миллисекунд. Такой вот полезный run-blocking-тест. И кроме этого у него еще есть возможность остановить коррутины запущенные, там, посмотреть список коррутин. Например, если у вас в конце метода какие-то коррутины все еще live, то он ругнется о том, что вы что-то не закрываете. То есть очень полезно для тестирования. И как мы можем переписать? Мы можем так же, как я показывал с коррунтинскопом, написать тест коррунтинскоп, и у нас будет доступен advance timeby внутри. Как это все заимплементить? У нас был такой метод. Просто continuation, просто suspend функция, и с тестом у нас тут continuation. И мы резолвили вот этим способом. Вот. А теперь у нас появился еще scope. Независимо от этого это extension, либо мы просто явно его прописали, он таким, так вот будет в такой сигнатуре. Ну, вот тут, где мы резолвили continuation, наверное, тут надо зарезолвить scope. Ну, как бы, все, в принципе, просто, наверное. Мы создадим, проверим, что у нас параметр это такой scope, либо такой scope, и вернем какой-то маркерный объект, который один раз создали, и он просто нам будет потом помогать определить, что вот этот аргумент, он на самом деле такого типа, либо такого типа, когда мы будем запускать тест. И когда мы запускаем тест, вместо того, чтобы просто запустить тест, мы будем проверять, что у нас параметры содержат тест короткий scope, значит, мы запускаем run-blocking-тест, и когда мы запускаем его, мы фильтруем, ну, тут я мэп сделал, по сути, я заменю вот этот аргумент на реальный scope, который у меня есть внутри run-blocking-теста. То есть, опять же, все достаточно просто, и все было бы хорошо, и это все пофиксит, это уже как бы конец. остается вот этот вопрос с assert-throws, что делать. Ну, понятно, у нас есть экстеншены, мы напишем пачку экстеншенов для различных кейсов, там assert-throws, assert-all, и тоже поддерживаем коротину внутри. Что по перформансу? Я взял, написал класс, в него написал тысячу тест-методов, в первом случае я просто делал assert-equals, во втором случае я использую этот движок, написанный, который там внутри страшный, с рефлексией, наверное, очень медленный будет, и третий кейс, я просто руками жестко делаю трамбокинг-тест, ну, то есть, как будто у меня тут есть какие-то корутины внутри. Как вы думаете, насколько, что будет самое быстрое? Что должно быть самое быстрое, по логике? Ну, корутины. Ну, это корутины же быстро. Нет, ну, да, первое быстро, а почему первое быстрее, чем корутины? Ну, тут идет аллокация каких-то лишних объектов, соответственно, любая локация это будет бить по перформансу. Будет ли вот это, вот этот говнокод, который написал, сильно медленнее вот этого? Даже быстрее, почему? Ну, я тоже думал, что он будет быстрее, потому что, во-первых, там цикл, ну, как бы в том месте, он вызывается, много раз вызывается, а вот конкретный тест вызывается единожды. И в теории там JIT мог бы заоптимизировать вот тот кусочек кода и быть быстрее, но получилось как-то так. То есть я там по 20 тест-тестранов сделал, посчитал просто среднее, там, какие-то там персинтели, обычный, average. И, в принципе, я думаю, это один и тот же перформанс, на самом деле. То есть никакого тут большого пеналтия не получилось, возможно, там, то на то и вышло за счет того, что мы использовали, ну, там, за счет того, что там внутри цикла и JIT как-то может соптимизировать там те вызовы, но при этом там все равно есть лишняя рефлексия, которой тут нету, там, плюс на минус, дало примерно одинаково. Ну, естественно, тест, который, тысячу тестов, которые ничего не делают, по большому счету, они там сравнивают один с одним, несут никаких лишних объектов, как в этом случае, как в этом случае, они там самые быстрые, но если задуматься, что тысячу тестов, которые ничего не делают, там, 170 миллисекунд и, там, 700 миллисекунд, это не такая уже большая разница, хотя бы один тест написать, и уже будет хорошо, а там уже, как бы, до тысячи еще дожить надо. Ну, я, в общем-то, съездил с этим докладом в Киев, потом там что-то в твиттер написали о том, что я там рассказываю, и пришел мейнтейнер Gn5 и говорит, так давай ты напишешь, и мы что-нибудь придумаем, и на самом деле оказалось, что можно похоже сделать, и в Gn5.5 будет инвокейшн интерсептор, то есть специальный интерсептор, который позволяет влезть в запуск теста, и он не решает проблему, поэтому есть ищи, возможно, они придумают какой-то еще экстеншн-поинт для того, чтобы можно было запускать аспент-тесты. И остается еще вопрос с дискавером, о том, что вот этот any в нас возвращается все время, его тоже надо как-то научить G-unit туда тоже какой-то экстеншн-поинт добавить, чтобы мы могли сказать, что метод, который возвращает any, это окей, это тест. И когда вот эти два экстеншн-поинта добавятся, вот это все, что я делал с движком, можно будет реализовать с помощью простого экстеншн-а, как в принципе мы видели, там экстеншн для запуска и стопа, ну, для выставления мейн-трэда, то есть мейн-диспэтчера. Это можно будет сделать с экстеншн-ом, и это будет намного проще. Какие у меня выводы есть? Юпитер и G-unit, они классные сами по себе. Как вы видели, написать движок для запуска тестов простейший, очень просто. Юпитер и Пи, он на самом деле огромный, и его заимплементить сложно, поэтому как бы лучше не имплементить, а пытаться как-то экстеншнами подлезть. Экстеншн-ы всякие, и для Юпитера, и Котлин экстеншн, они классные, и мне интересно, что вы думаете, надо ли такой движок в принципе, надо ли вообще такие тесты в таком виде с этими экстеншн-ами, либо это все игрушки, ранбокинг, тест, наше все. Это у меня все. У нас осталось две презентации, ой, две, смотрите. Спасибо за доклад, Руслан, может у кого-то вопросы есть? Две лицензии осталось. Почему ты все запускал на… Ну, знаю, что на main scope запускался. То есть вот тут ранбокинг просто запускался. Ну, ранбокинг… Это scope того самого, ну, там, где тест запускается, фактически, там он и запускается, потому что сам внутренности G-Uint, они ничего про коротину не знают, поэтому я не могу никак тут ничего лучше придумать, чем просто забыл, как будто бы тут был бы обычный make accessible и там execute invoke. По сути, да. И я просто заменил на коррутинный метод, то есть у меня внутри метода там коррутины, там красиво, а G-Uint 5 сам, Юпитер сам не умеет в коррутины, поэтому тут просто ранбокинг. Я просто все не могу успокоиться, мне кажется, что тут там, где три варианта, второй должен как-то можно сделать быстрее, можно как-то его ускорить. Вот этот вариант? Нет, там, где ты по скорости мерил. А, перформанс? Да. Вот мне кажется все-таки, что второй мог бы работать быстрее каким-то образом. Ну, было бы неплохо. Ясно, спасибо. Еще вопросы? А может, стоит, я не знаю, идти со спинт-вызову как-то, ну, не то, чтобы макировать, но обернуть во что-то, и тогда не нужно будет ни ранблокинг, ни тому подобное? Ну, вот я, по сути, их оборачиваю. Единственный вариант, который я могу тут обернуть, потому что тут, на самом деле, вызов обычный, не со спинт. Я тут переписал на Котли, но там, в принципе, практически то же самое можно было на Java написать. Ну, если про анблокинг, можно было там написать в Java. я тут не могу вернуть со спинт дальше в Genuine, я на весь Genuine там, вот от этой точки до запуска переписывать. у меня где-то должен быть ранблокинг, в правильной программе ранблокинг будет в мейне, да, а там, где я, ну, как бы вот, есть вот этот вот большой Java кусок, я где-то там в самом-самом конце в него интегрируюсь, у меня ранблокинг в самом конце по этому. И в случае, тут это окей, потому что никак лучше не сделаешь, но в идеале, конечно, можно было бы сделать вот в самом-самом начале. Не, я думал, что можно что-нибудь типа вот по виду как Assert Throws и в реализации будет там, ранблокинг, который вот будет вызываться вот этот вот. Не, ну, в принципе, вот как Assert Throws обернуть метод, ну, как бы рабочее решение вот на самом деле, вот так вот писать, без всяких там хитрых движков, он звучит унит, для Assert Throws мы пишем extension и все работает и как бы особо ничего мудрить не надо. Но если хочется умудрить, можно написать движок либо там пытаться extension писать. Хорошо, спасибо. Еще. Две лицензии. Два вопроса. Две лицензии, два вопроса. Все хорошо. Шансы еще большие. Я добрый, я не такой, как Кирилл. Я сразу раздам. Окей, тогда я думаю закончу. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. 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 Спасибо.